О подробностях сообщает наш корреспондент. Он выступил с программной речью. В своем выступлении в качестве основной задачи он выделил необходимые защиты и развитие завоевания независимости Азербайджана. Алиев высказался за равные и партнерские отношения с республиками бывшего Советского Союза. И последнее сообщение и тартас из Баку. Сейчас у здания аппарата главы государства проходит митинг. На нем выступил президент Абульфас Эльчибей. Он сказал, что руководство республики не допустит незаконного свержения власти. Вместе с тем он считает, что необходимо сделать все возможное, чтобы остановить братоубийственную войну в республике. О других событиях дня. Военное командование Объединенных Вооруженных Сил Содружества будет преобразовано. Его заменит Объединенный штаб по координации военного сотрудничества. Объявлен переходный период до конца этого года. Белые ночи Санкт-Петербурга. Так будет называться международный музыкальный фестиваль, который пройдет в городе Наневе 17 по 21 июня. В нем примут участие звезды мировой эстрады из 17 стран Европы и Африки. Основной приз фестиваля оценен в 15 тысяч долларов. Сегодня президент Российской Федерации Борис Ельцин направил приветствие участникам, организаторам и гостям этого фестиваля. Выставка недели. Ею на этот раз можно, пожалуй, назвать вернисаж Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Собирательный образ светской жизни. Тем более, что лицо, как говорят, зеркало души. До конца нашей программы еще пять минут. Ровно столько, чтобы познакомить вас с новостями спорта и с погодой. А я прощаюсь с вами и желаю всего самого доброго. Продолжение следует...